Нужна команда из двух и более человек, автомобиль и фонарик. И, конечно, такие качества, как сообразительность, ассоциативное и логическое мышление, быстрота реакции и выносливость. Вот по этой метке они должны двигаться вдоль забора по данной дороге. Вот там в конце как раз видны фонари, где они ищут код на маленьком мостике. В ночь с 22 на 23 февраля стартовали 9 команд ночных охотников. Сначала бегали по лесу в промзоне, искали заветные цифры на детской площадке, заглядывали в самые труднодоступные и непредсказуемые места. Нормально, три года снял за машину и еду. Потом помчались по скоростному шоссе из-под доска в Щербинку. Цель – заброшенный недострой наследства печально известной властелиной королевы финансовой пирамиды. Бывают математические задачи, бывают шифры Цезаря, шифры Брайля. То есть это всевозможные шифры, которые только могут быть. Обычно в задании есть какая-то подсказка, наводка, по какому принципу это дело гадается. На стенах граффити, под ногами мусор, ямы. Сверху сыпется мокрый снег, а наши охотники в азарте не замечают неудобств. Ищут. Юра, запоминай! Давай! 28-41! Ага! Когда все команды отстрелялись, собрались на финальной точке для того, чтобы принять присягу и произнести клятву. Все-таки 23 февраля. Клянетесь ли вы хранить верность своей команде? Клянемся! Клянетесь ли вы не сливать задания другим командам? Клянемся! Клянетесь ли вы честно отгадывать загадки и честно искать коды? Клянемся! Молодцы! Вы приняты в ряды охоты, вы прошли присягу. Теперь вы настоящие охотники. Поздравляю! АПЛОДИСМЕНТЫ И хотя это движение в Подольске существует не более трех месяцев, пользуются все большей популярностью. Мне это безумно нравится. Это интересный досуг, я считаю, на вечер, на субботний. Гораздо интереснее, чем клубы, тусовки и тому подобное. И поэтому организаторам развиваться дальше во всей теме. В игру берут от 18 и старше. Но все-таки интерес к ночной охоте пропадает годам 35. И получает вот этот маленький, но прекрасный кубок команда «Мы из Кащенко». Поздравляю! Елена Филина и Андрей Тупиков. Новости Подмосковья. Из Подольска.